Ребята, еду с мужем ребенка отвозить. Сегодня у моего сыночка экзамен. Хочу быть с ним рядом. Сейчас, о, наконец-таки, хоть почистит. А то вообще уже, вообще уже даже неудобно. Сейчас читаю комментарии, и одна девчонка мне там пишет, что благодаря меня, посмотрев мои видео, она себя стала больше ценить, что она раньше весила 60 кг, сейчас весит 120 кг. Потому что я так и не поняла, что у нее случилось. У нее там что-то с позвоночником. И она избегала своих друзей, потому что ей было неудобно. Она сейчас вроде бы не ходит, да, вот, или ходит, но плохо. Сейчас ей сделали операцию. И вот этой девчонке, хочу сказать, вперед только вперед. Она открыла канал, там у нее несколько подписчиков. Мы все так начинали. Самое главное, не бояться ничего. Самое главное, ну, я так считаю, да, ребята, вот кто открывает каналы, делает себе новые видики, ничего сразу не бывает, ребята. Ничего сразу не бывает, это потихонечку все. Ты вот, я, например, по себе сижу, да, я многому научилась от вас, более спокойнее стала, к мужу стала лучше относиться, уже ни ору, ни кричу, так как раньше. Я же раньше сразу все, вау, знаете, вот, я поняла, что, не знаю, больше его ценить стала. К детям-то я всегда относилась хорошо. Это моя страсть. Это моя любовь, моя страсть. Мои, мои, мои детки. Вот, сейчас иду, сейчас экзамен у Адамчика. Хочу его там поддержать. Понимаете, он пойдет сейчас на вождение, будет по городу, да? Вот. Посмотрим, сдаст, не сдаст. Если не сдаст, тоже ничего страшного. Еще раз попытается. Все сразу не у всех получается. Только у меня получилось все с первого раза. Хотя мой сыночек тоже книги сдал с первого раза. Все нормально. Так что вот так. Доченьку приготовила. Хвостик сделала ей высокий. Она мне сегодня попросила. Колбаску поставила, там, хлебушек ей поставила. Сыр поставила, потом положила. Потом, что я еще ей? Мандаринчик почистила. Сок. Ну, вот так, короче, приготовила тоже ей на перемену. У них там в 11 часов полчаса перемена. Вот. Чтобы она поела. Мой муж, ребята, куртку уже не снимает. Я говорю, ну ты лакетас я, кастрюль, это не дай. Все. Я говорю, пока йогурт не, это самое, не потрачу. Я же вам говорю, он одевает что-то, ну вот и все. Но хочу много денег на 2. Я говорю, много денег на одежду не трачу. Вообще не тратит. Если я не куплю, ему это и не надо. Мне, говорит, не нравится. Да, но смотрите, ему одежда не нравится. Вот мне там говорят, вот как тебе повезло, у тебя такой муж там, ничего ему не надо. Зато вот сейчас, недавно купил фару себе на мотоцикл. Новая стоила 600 евро. Он купил за 400, со вторых рук за 400 евро. За 400 евро. Знаете, сколько одежды можно здесь себе купить? Понимаете, вот так каждый месяц что-то раз там, то это, то то, постоянно что-то. Но он зарабатывает, конечно. Я не говорю, что нет. Он может себе и это самое. Я не против, ребята. Пускай покупает. Хоть что-то его радует в жизни. А что в этой жизни остается, ребята? Хоть эти мелочи. И хорошо, что хоть можем. Были времена, которые не могли. И многим я говорю, имейте терпение. Все сразу не бывает. Вы знаете, у нас такие были времена, что мы не могли себе позволить даже просто элементарно выйти куда-нибудь кофе выпить. Это была как-то затрата. Затрата, чем вот это сделать, чем кофе пойти выпить. Я могу там что-нибудь такое из продуктов купить. Потому что один завтрак там, сколько там, ну смотри, какой-то, да, вот там бывает 4 евро, 5 евро. Завтрак, смотри, где, да? И 6 сифров есть. Вот мы с ним вдвоем. Одно кофе 1,50. 1,50. Если ты там хлебушек с этим попросишь, да? А это уже 1,50. Это вообще 3 евро, да? С меня 3 евро с него. 6 евро. Это смотря в какой кафе. Есть кафе, который меньше стоит. И на 6 евро, ребята, можно целую курицу купить. Несколько картошечек купить. Или даже можно полкурочки купить. Несколько картошечек купить. Морковочку взять, там, одну штуку. Один перец. И у тебя уже обед готов. Понимаете? Ну, надо тоже уметь чуть-чуть и отдыхать тоже. Вот, и школа. Уже подъезжаем. Знаете, даже когда у меня ребенок в школе, я по ней скучаю. Я прям вот дождаться не могу, пока она со школы выйдет, да? Мне ее увидеть, все. А вчера, как я облажалась перед Андреем, это вообще был же пипец. Как мне стало неудобно. Что вот. Ну, я ему куплю. Я, наверное, ему... Ой, ребята, у Андрея тоже бедный. Только вот на ноги становятся, да? Вот работа вроде бы хорошо идет. Ему машину сломали сзади. И украли у него там болгарку. И это все. И у него не такая болгарка, как вот обычная домашняя, да? Ой, какие здесь ямки, ребята. У него профессиональные, дорогие. У него, короче, там украли. Вот такой расстроенный, тоже бедный. Я ему говорю, ба, не переживай. Вот, честное слово, дай бог, чтобы у моего зятя все пошло хорошо. Вот сейчас вроде бы у него он довольный, вроде бы работа. Посмотрите на эти ямки вот. Полоски вот эти, да, вот на дороге. Вот эта дорога очень нехорошая. Со стороны школы до суды. Очень такая побитая уже, короче. Сейчас вроде бы у Андрея хорошо дела идут. Я ему говорю, дай бог, чтобы у тебя так пошло, чтобы ты хорошо зарабатывал, чтобы ты вот мог себе позволить не только одну машину, и две, и три. Я за него буду только рада. Я ему говорю, если ты хорошо живешь, хорошо зарабатываешь, значит, моей дочке будет хорошо. Ага, на той стороне больше вот этих полосочек, чем на этой. Ой, машина тоже из-за вновь вся такая. Мы сейчас идем, отведем ее в школу, а потом уже. Очень-очень-очень надеюсь, что у моего здесь-ка хорошо дела пойдут, ребята. Я так радуюсь, когда он мне говорит, что у него что-то хорошо. Я ему говорю, дай бог, чтобы в два раза лучше было. Моей дочке, если ему хорошо, моей дочке хорошо. Кино может с ней пойти чаще. Что-то моему ребеночку может купить лучше. Понимаете? Да, Андрей неплохой. Вот если вот свое слово сдерживать. Вот сейчас он вообще стал лучше. Это, наверное, все-таки благодаря все-таки его отцу, его сестре. Я же, когда жалуюсь, они, наверное, смотрят. Они, наверное, его замечания делают. Он чаще стал проходить за девочкой, он звонить к ней стал. Уже вот эти глупые. А то раньше обижался на Кайтана там. А она почему ко мне не позвонила? Понимаете? А почему она вот это, или там, он ей скажет, хочу, чтобы ты осталась ночью у меня спать. И она говорит, я не хочу, папа, оставаться. Я хочу идти домой. Я хочу с тетей спать. И он говорит, если ты не останешься, вот я вам говорю, да, вот он так говорил, я больше за тобой не пруду. Я тебе условия ставлю. И, конечно, ребенок не хочет его обижать, но он не может без меня спать. Он такой, ну, папа, не обижайся, да. Он такой, нет, я тебе уже сказал. И он такой упрямый бывал. Бывал, что по месяцам я не звонил, по два месяца. Пока мы уже к нему не позвоним. Эй, ты где? Ну, как ты можешь так обижаться на нее? Она по тебе скучает. Она потом говорит, может, меня папа не любит. Я говорю, как будет не любить? Ты что? Ты единственная девочка у него. Кому ему еще любить? Ну, он ее, конечно, любит. Прямо по нем видно. Когда он ее видит, у него прям глазки светятся. У меня она такая сегодня красавица. Не знаю, она у нее всегда красавица. Только проснется красавица моя. Наверное, все вот так. Вот как я ее вижу. Не знаю, девчонки, когда я ее вижу, думаю, как я ее люблю. Когда Адама вижу, одну думаю, ай, как я его люблю. Когда они двоем, потом на их двоих смотрю и думаю, как я их двоих люблю. Вот не могу сказать, кого я больше люблю, Кайтану или Адама. Вот не могу сказать. Одно целое как будто. Вот они мое сердечко, ребята. Как хорошо, что они у меня есть. Дай Бог им здоровья, чтобы... Дай Бог, чтобы они вышли хорошими людьми. Для меня это очень важно. Чтобы они людей любили, чтобы они были хорошие, чтобы они не обижали людей. Одела светленькое такое, знаете. Сейчас... Ой... Башка такая. Сейчас чуть-чуть порядок приведу. Губку накрошу. Я же помаду купила. Сейчас я вам покажу. Вот раньше я красила губы вот с этим. В Меркадуне я покупала. Вот смотрите. Вот это номер 10 Меркадуне. Мне он так нравится. Вообще мне нравится эта помада. Я ее часто покупаю. Вот такой... А, куда я смотрю? Вот такой цвет. Красивый, правда? Мне нравится. Он такой коралловый цвет. А сейчас купила вот такой. Он даже и не красный. Не знаю, короче, а он больше не открывается. А, открывается, открывается. Это я купила в аптеке. Так что, ребята, буду красивенькую губу теперь. Сейчас у нас разрешено без масок ходить. Но все равно люди все в маске. Все. Большинство там редко кого встретишь без маски. А я вот губы накрашу, маску одену, то у меня вот здесь помада. То у меня вот здесь помада. То вот так размажется, как не знаю что. И вот сейчас... Все время, говорит, у тебя руки в волосах. Но, ребята, не могу. Это привычка моя. Не надо вот так делать. Она меня успокаивает. Я не знаю. Но у меня волосы всегда чистые, ребята. Честно говорю. Вот кто верит, тот верит. Кто не верит, не надо. Я каждый день... Раньше каждый день голову мыла. Сейчас через день мою голову. Все равно мою волосики. Не могу, ребята, потому что... Не помою, они какие-то становятся странные. Сейчас могу губы красить. Так что вот так. Поздравьте меня. У нас вроде бы упала. Ну, смертность. Что у меня еще в сумке? Духи вот эти. Я с собой таскаю. И лицо почистить от Лориана. Вот такое. Ну, покупаю вот такое. Я купила вот такое, а потом я уже его дополняю. Это как вот... Мисселляр вода. Ну, здесь так написано. Мисселляр. Вот так. А, еще салфеточки. Ручки чистить. Влажные такие салфеточки. Короче, вот такая ерунда всякая сумки. Потом начинаешь ставить. Сумка весит больше, чем я. Я. Ну, все с родителями приходят. Видите, у нас до 12 лет. Ты должна своего ребенка привезти. Поздоровайся, Кайтаночка. Я меня прикрел. Кайтаночка, поздоровайся. Красавица моя девочка. Ту-ту-ту, чтобы мне сглазить. Моя ласточка. А что бы я делала без этих детей, ребята? Не знаю. Я уже даже другой жизни не вижу без них. Смысл вот моей жизни, вот они. Еду, ребята, за моим мальчиком. Он мне уже позвонил. Тете, я уже сдал с утра. Мы только ребенка в школу спустили. И я думала, что я буду его там ждать. И получается, что не успела, да? Вот я хотела, ну, там ждать его. А он уже в 8 часов, оказывается. В 8.30, что ли. Первый тоже, как я, сдавал. Вот в том же месте он в эту же автошколу пошел, в которой я ходила. Ой, сегодня скажу ему, чтобы там хоть пистолетом помолчить чуть-чуть машина. А то уже вообще кошмар. Внутри-то она чистая. Ребята, что я вам хочу сказать. Вот сейчас смотрела свой ролик. Сейчас я вам, сейчас я его увижу. Я сейчас чуть-чуть волнуюсь, потом объясню. И хочу я вам показать. Я смотрела свой ролик на телефоне из Тывана. А у него телефон, смотрите, яблоко и все, да? Вот это 13-й, да, или 12-й про. Хороший. Ребята, вообще плохо слышно. И мне бы хотелось показать вам, как на моем, вот я когда пересматриваю свой ролик, как я слышу на своем телефоне, на своем телефоне этот, вон там мой Адамчик. Вон самый мой красавчик, моя любовь. Вон стоит. Не Но, это Ноис Адам. Сейчас я вам покажу. Вот здесь мы сдавали тоже экзамен. И как плохо слышно. Я ему говорю, и Стэмон говорю, как плохо слышно. Он такой, нет, нормально. Для меня слабый это звук, да? Вот сейчас я в кафешке сидела. Так что, девочки, я с вами спорю, а это от телефонов зависит. Вот сейчас я даже громче говорю, это от телефонов зависит. Потому что я на своем телефоне даже слышу мое дыхание. Вот это бесит меня это, да? Вот у меня вот такое дыхание. Я не знаю, у моей матери тоже такое было. Моя мать тоже тяжело дышала. Может быть, потому что я ртом... Я неправильно дышу. У меня... Поэтому, когда я вот чуть-чуть спортом занимаюсь, бегаю, я прям сразу задыхаюсь. Почему? Потому что я неправильно дышу. Мне надо... Вроде бы носом дышу, а потом я забываю, и я обратно начинаю ртом дышать. Вроде бы что-то такое. А где мой Адамчик? А, вон он, вон он. Вон он, мой сыночек. Вон он. Вон он. Вон он. Абер, ада, у нас суббота. Абер, абер, ада, у нас суббота. Абер, абер, абер. Я рада, как я снялся Я снял, мой сыночек Я снял, мой сыночек Мама, ты снял, кафе Хочешь кафе? Снимай, давай, позавтракай Я снял, я снял Мой сыночек снял Покажи мне смысл Смотри Я говорю, улыбнись Покажи с девочками Девочки, смотрите, какой у меня сыночек Как он на меня похож На меня и на мою сестру Адам, мирами, пожалуйста Ай, он стесняется, ребята Ой, мой красавчик Китай, Китай Ты у вас нервис, ухо? Нет, нет, я не меру Ой, девочки, как я рада Порадуйтесь за меня, девчонки И все очень хорошо Пин, пин, пин Я не договорился, я не могу К rounded Rosen Ты удачи. Он не разletит меня, ведь он у меня Удевший панет В такой панет Я не могу меня к этому П่асти в моем через bajку И я получил компьютер Э я привилли у меня уже наплевать Немок он говорит я ехал и там столько я чуть-чуть говорит я думал как я не сдам потому что я на желтый цвет проехал и кому русальский оправал традиция я бы как ты знаешь что ты мне тоже сказал сразу давай горе позавтракаем все ночью говорит давай кофе хоть выпьем говорю ну кулакал пьет он у меня еще вы представьте себе девочки это же моя гордость вы представляете потому что я душу этому ребенку даю понимаете сейчас вы моя сестра бы так обрадовалась бы бедно обремена порта адам обремена порта ой это который какие а даме тройте лакомку сапата но зачем ты меня записываешь гостю дорогу панта ай лады лайк иван мир это смотрите какой высокий ай красавчик мой андрей его вчера тоже позвала я не знала андрей его тоже позвал оказывается оказывается у него вышло что у андрея день рождения город как-то узнал он говорит потому что мой отец год не сказал на фейсбуке вышла я подхожу к этой двери я подхожу к этой двери и она не это самое не открывается я ему говорю но андрей на ямал это кафешка такая хорошая не нам очень нравится я ум кафе он кафе куличи вот так ребята я очень довольна дедушки сказать что он что он взял этот сейчас я ему хочу там у нас магазине с деклатон а то посмотрите на его обувь рабочую да вот такая страшная сейчас пойду ему обувь куплю 45 размер если чем посмотрите какая обувь страшная это тоже моя зрительница но дай бог ей здоровья он уже сколько времени сколько времени посадите они уже даже не отстирывается я я я он мне говорит я я говорит но у него есть ребята понимаете у него я ему купила очень много но вот они он говорит что они слишком такие ну на выхода у него есть а вот на работу горки а вот эти год одеваю год и одеваю горты нам для мотоцикла там мотоцикл что-то копает короче посмотрите вот такой дорогой ресторан и все да вот посмотрите вот идет да вот здесь вот вот люди на это не обращают внимание надо было обратить наши я чуть-чуть спотыкнулась вот здесь она а взрослая женщина может упасть так что вот так ребята наконец-таки мой сыночек я ему говорю я там расплакалась немножко да я ему говорю сыночек как я рада как я рада как я рада сейчас бы твоя мама говорю он такой да очень жаль что ее нету сейчас бы сейчас машину купим ему я ему сказала он горит я у меня там чуть-чуть есть отложены ягур слишком дорогой машина тоже не бери со вторых рук возьми говорю зачем тебе сейчас новая пока ты научишься а у меня такой ты горит по для научения год купила себе мерседеса чем я хуже огурь конечно сыну купи я вы купи бмв бмв моей сестры очень нравилась эта марка бэн уви да как вы там говорите здесь оба уви говоря у нас горь бмв вот он мне говорит я хочу быть такой нормально обычную машину быть там за 5000 говорит есть со вторых рук и все горит ну такую я могу конечно сынок если тебе чуть-чуть не хватает я говорю я тебе добавлю все так что так ребят вся такая волнение сейчас бы моя сестра бедная очень была бы довольная но я надеюсь что она видит это все не знаю я так горжусь им ребята какой у меня мальчик хороший какой он у меня добрый хороший я всегда знала что он такой но у него есть конечно характер но у кого вспомните нас я иногда вот чуть-чуть вот так бывает да с ним по строже добываю на потом себя вспоминает думаю да я тоже такая была я же тоже фыркала матери его сейчас бы язык свой отрезала бы конечно а тогда фыркала и все ай короче вот так мы когда имеем не ценим когда теряем плачем когда мне мама говорила гавкайся гавкайся потом когда меня не станет голову будешь об стенку бить а так она есть ребята так она есть так что кто у кого есть родители цените это цените цените звоните почаще и все ой какой довольный мой муж тоже пришла деклотин ребенку хочу обувь купить не потому что он себе позволит ребята не может а потому что я же все таки как как вам сказать как ну как его мама уже до 2 мама да хочу чтобы он откладывал она вот здесь я рабочий 45 44 41 44 45 вот наподобие такие 30 евро стоит вот такие хочу все это не корень ты сеньку это тоже 45 вот такие хочу ему купить чтобы он на работу мог одевать легкие хочу ему вот такие наподобие и стас о какие этому гра мучу му гранды это парки лавею 46 46 47 у мамочки какие вот что он говорит вот эти вот эти вот эти хорошие красивые селок и не оселив пара китами на это никакой корень 33 44 45 мира если не груз корень ты сеньку 45 нога вот эти здесь до 43 вот эти тоже ему нравится моему мужу вот мы смотрим смотрим это потому что тоже на работу ребята вот эти наверное я возьму чем черные да потому что мне нравится adidas вот эти да но они нет его размера нет его размера понимаете вот эти наверное я и возьму здесь я только одни они и остались вот эти я и возьму хочу чтобы он откладывал ребята копейку потому что хочу ему помочь вот здесь я тоже есть по 12 евро и 100 до сервис имеет эту сунду север уставим кухоли у нас это по 12 евро вот еще одни возьму парки лапой и комбирсе но это 29 евро потому что они черные вот эти белые но фига ты у на листа а вот эти 12 ну вот вот эти и возьмем это он говорит засунгать ему говорит давай купим ему быть носки тоже сейчас я ему куплю носки тоже ему очень нравится белые носки а ведь 45 сейчас я возьму возьму вот по 3 евро выдеся есть вот они от 46 здесь написано 43 до 46 вот эти тоже возьму ему носочки они до черной тоже а плохо а не властами не это как высокая ему нравится коротенький вот я ему куплю вот это и вот это вот так вот так ребята хочу помочь до ребенку не потому что ребята нету у них возможности он зарабатывает достаточно но он откладывает он откладывает и мне нравится что он откладывает он молодец вот я ему сказала пока ты со мной ну хорошо я с тобой буду два раза лучше я от ребенка единственное что прошу вот кайтаночки сколько я купила вот этих не хочет одевать ребята жалуется это не нравится то не нравится у нее пока все есть и она так быстро растет что не купить сразу зарастет а у нее проблема какая что она слишком такая стройненькая у меня до чтобы не назвать худенькая и вот если ты даже на вырос покупаешь в талии очень большая так что я стараюсь я стараюсь купить ей это ведь он очень нравится этот магазин он мне говорит здесь все есть на самом деле ребята все что хочешь есть вот заплатила 40 43 но 43 евро ребята и довольная как как паровоз и дам ребенку а то мне стало неудобно и это и то моя зрительница отправила вот эти ему обувь дай бог ей здоровья честное слово сколько сколько времени ребенок одел еще в прошлом году она отправляла посылку передать твоему адамчику там несколько футболок и и это вам большое спасибо все кто мне помогли мне ничего не надо ни от кого сразу я предупреждаю я в состоянии купить ему мы состоянии ребята нам ничего не надо нам самое главное ваше здоровье ребята и все и положительные отзывы мне больше ничего не надо я вас очень прошу чтобы вы меня правильно поняли потому что если я говорю вот это зрительница правило это ничего не значит ребята ничего я ни от кого не прошу мы работаем с мужем мой сыновчик работает он может себе позволить если я ему покупаю повторяю потому что я ему просто хочу помочь так что вам большое спасибо за ваши комментарии за то что вы меня смотрите уделяете мне время пишите мне в инстаграме мне уже это вполне хватает ребята так что вот так я вам всем благодарна за все то что довольно и ребята мне нахлынивает воспоминание как я хотела вот я была вот мне кто-то написал я горько боюсь сдавать чего ты боишься ты знаешь как я жалея 43 года сделала еще 46 я 43 нет 44 военная я этот феврале у меня был экзамен как у моего сыночка посмотрите если он не табельный феврировал экзамен а у и альтамин и он тоже феврале по экзамен пошел а он вот на сейчас ему летом будет 19 лет молодец что когда времен но я на это настояла я очень хотел что он пошел в автошколу я тоже ему платила автошколу чтобы он записался он записался давно но у сейчас только взялся за это да и вот я очень жалею ребята очень жалью что столько времени я потеряла и не сделала себе права почему потому что я боялась от чего бояться от чего бояться надо вперед ничего никогда не бойтесь ребята ничего никогда не бойтесь если вы что-то хотите идите к своей цели я вас уверяю что у вас все получится если вы на самом деле поработали над этой темой понимаете это не просто потерна я пойду там не учиться ничего там конечно это нет и это все воля всевышнего ребята все чтобы ты там не делала мне один раз мама когда я маленькая была сказала мне одну одну этот я глупая не понимала мне мать говорит если тебе суждено это будет я бы почему ты так говоришь мама но я не помню сколько мне лет было пускай будет не лет 10 до и она готова одной женщине год сказали говорит что у нее был единственный сын что вот в такой-то день сын умрет и она сказала не умрет взяла его в сундук спрятала чтобы он никуда не ушел чтобы ничего с ним не случилось а он в сундуке задохнулся я маме говорю мама зачем она его сундук засунула она же могла его в кладовке спрятать и моя мать смеется моя мать говорит я же тебе объясняю что это было суждено в этот день этому по мальчику уйти я говорю а я бы вот положила бы его туда а я бы положила его я вот крутила вертела до меня не доходила наши некоторые вещи есть которые с возрастом доходят вот месяц с возрастом дошло ребята что я говна моего моей матери не стою понимаете вот честно говорю я очень сожалею что я ей чуть-чуть мозги помотала я очень сожалею но уже вернуть ничего нельзя ребята поэтому я вам говорю не мотайте не себе мозги никому живите вашей жизнью никому ничего не доказывайте идите вперед и все и делайте от души и все для знаете как вот то что вам не нравится никому не делаете никому не говорите понимаете даже вот чисто даже в комментариях не я не то что за себя за всех говорю да вот куда бы вы там не зашли никому не навязывайте ваши идеи потому что каждый человек живет своей жизнью если вы по-доброму что-то хотите подсказать это уже другой разговор со злобой там вот это не стоит ребята не стоит не стоит понимаете потому что не нужно мы все люди нам всем больно бывают всякие это вот сейчас я стала осознавать да вот что иногда лишний раз просто лишний раз просто сказать да вот да ладно бог с тобой намного лучше чем там бах не стоит выбрали мне говорите не трать свои нервы так она и есть я надо распыляюсь трачу свои нервы за какие-то глупости за это варшава во сколько я понервничал зачем мне это надо зачем мне это надо он там лежит на диване чешет свою задницу руку нюхает а мне а я здесь они раньше зачем мне это надо пускать делать своей жизни что он хочет вот так а еду сейчас сейчас на квартиру поеду ребята это сегодня четверг мне надо кое-что там сделать вот так